Привет! Это канал обзора игрушек и игрушечных дел мастер товарищ Сафронов. Хочу сюрпризов! А сюрпризимся же! Рекомендую сразу залезть и почитать в описании, так как тут будет конкурс. Сегодня я распакую коробку, в которой полно игрушек. Я сам еще не знаю, что внутри. Может быть автомобиль? А нет, игрушки. Ну вот какие? И открываю бокс с сюрпризами. Тойру бокс! Такого еще нет ни у кого. Это эксклюзив специально для элитных зрителей моего канала. Вы лучшие. В самом конце этого ролика будет розыгрыш. Там будут все условия, а вот что можно будет выиграть, мы сейчас и узнаем. Распаковка подарка это отдельный кайф. Все же видели, как дети открывают подарки под елкой, да? Так вот, такие эмоции можно получить теперь в любой день. Не только эмоции, но еще и кучу игрушек. И доступно это каждому. Мы теперь не хуже других, а то и лучше урашечки. Это просто гениальная идея делать коробочки, в которых множество различных классных вещей. Узнать, что внутри такой коробочки, можно только открыв ее, а не узнать не открыв. Но это не про меня. Я открою. Тут, вы знаете, работает принцип сюрприза. Что же, что же, что же внутри? За границей эта тема очень популярна. Может быть, вы слышали о таких коробочках с различными вещами по играм или фильмам. Я же очень ждал, что кто-то сделает такую коробку. Но с игрушками и у нас. Теперь мы тоже в теме. Мы молодцы. Ура! Если честно, я и сам хотел сделать такую коробку с игрушками, которые прошли мой строгий отбор и контроль качества. И раз у меня моей коробки пока собственной нет, то я проведу контроль качества вот этой. Оказалось, что один из крупнейших магазинов игрушек сделал такую коробку. Догадайся, какой? А? 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 Правильно! Давай, пятюню догадливой мой. И вот у меня на столе коробка от магазина Toy.ru. Внутри этой коробки секретные игрушки. Я узнаю, что внутри, только распаковав ее прямо сейчас. Я так волнуюсь, это мой первый бокс. Все бывает в первый раз. Даже бокс. Раньше такого у нас никто никогда не делал, чтобы в коробке были именно игрушки, а не всякие значки, наклейки, да-да-да. У меня бокс для мальчиков. В уголке коробки есть специальная пометка. А если перейдете по ссылке в описании на YouTube, то там будет ассортимент коробок, где все будет прописано и подписано. Экстренное обращение к девочкам. А слабо подоставить лайков и попросить сделать обзор на коробку для девочек. Вы же есть на канале, а? Итак, обзор этого сюрприз-бокса, тойру-бокса, начинается. Я не знаю, что там. Я буду вытаскивать по одной игрушке вслепую и будем смотреть, пока игрушки там не закончатся. Я еще не знаю, что там. Я не открывал ее, поэтому смотрим. Снимаем наклеечку. И открываем коробку. И начинаем доставать игрушки. Итак, вы готовы, дети? Да, капитан! Готовы ли взрослые? Да, мой капитан. Я сейчас отвечаю сам себе, но да ладно. Итак, открываем, смотрим, что там. Первое. Вау, это, я так понимаю, яйцо-трансформер от компании Bandai. Это известная фирма. Это R2-D2. И да, все запаковано, все хорошо. А давайте смотрим, что это за игрушка. У нас здесь есть R2-D2. Вот так вот детализация хорошая. Всякие различные элементы его сделаны. И он трансформируется. Он трансформируется как раз. Раз. Теперь ноги. Раз, одна. Два, другая. Голова обратно встает. Опа! Подвижная. И вот можно его поставить на полочку так или играть. У него подвижная голова. И ноги эти. И обратно его можно. Раз, два, три. Вот такая прикольная функция. Но Bandai всегда удивляет различными такими прикольными вещами. Известная компания. Оп, 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 готово. Ну что ж, давайте, давайте посмотрим, что там дальше. Пока я его поставлю. Вот так вот в разобранном виде. И пусть стоит. Радуй глаз. Так, что же там еще? Ииии... Таскиваем, таскиваем. О, еще по Звездным Войнам. Интересно, это вся коробка будет по Звездным Войнам или нет? Посмотрим. Итак, смотрим. Здесь у нас что? Звездные Войны, коллекция шлемов. Звездные Войны. Здесь есть различные персонажи. И написано тут Дарт Вейдер. Тут попадется кто угодно или Дарт Вейдер. И сейчас, ну сейчас мы узнаем об этом. Вскрываю. Раз, два, три. А кто делает? А, это тоже делает Бан Дейр, кстати. Ммм, клево. Обожаю эту фирму. Классные у нее вещи есть. Вау! И здесь Вейдер! Так, шлем Вейдера на подставочке с подписью у нас Звездные Войны. И вот там целая коллекция этих шлемов, не шлемов, ну так сказать, голов. Видите, что здесь есть Боба Фетт, здесь есть С3ПО, R2-D2 также, Вейдер, штурмовик и еще пилот. Вот, их можно собрать все. Интересно, да, у меня попался Вейдер. Очень круто, я обожаю этого персонажа. Поставлю его так. Ну посмотрим, что там еще. Неужели опять Звездные Войны? Так, 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 так. Вытягиваю что-то. О, интересный. Что это? Это не Звездные Войны? Это, это сумасшедший шарик. Он очень смешной, смотрите, какой. Это шарик на рогатке. Я так понимаю, чтобы его куда-то пулять, запускать. И тоже опять, я так понимаю, целая серия шариков. У меня таких не было на обзорах. Прикольно. Можно с этой стороны его потрогать. Он такой приятный на ощупь, мягкий. Угарный, угарный такой чувак. У него выражение лица очень смешное. И ручки резиновые такие. Он такой, эй, ты, ты, слышишь, парень? Ну, давай, давай разберёмся, давай разберёмся, давай разберёмся с тобой. Вот так. И рогатка есть. Итак, запускаем его вот так, цепляем. Очень смешно за этим выражением лица я не могу. Мягкий, то есть он как бы безопасный. И вот, вот, вот так улетел. По идее, я бы мог сделать на каждую эту игрушку отдельный обзор. Но для вас специально. Итак, всё сразу показываю. И запускаем, летит. Отлично. Ну, как на рогатке. Запускаем, только здесь летит почти вся половина рогатки вместе с шариком. Он такой, ты что, хочешь меня запустить? Я такой, да, приятель. Вау, сейчас вообще очень сильно улетел. Так, давайте посмотрим, что ещё. О, пакетик. О, Марвел, Марвел. Класс, а что это такое? Это какие-то Марвел 500. Что это? А что это? А что это? Мне хочется открыть скорее. Давайте, давайте откроем сразу прям. Это от Hasbro. Ммм. И открываем. Смотрим. Что у нас здесь? Карточка. Дальше инструкция. И... Вау. И фигурка. И фигурка. Вау, это Старлорд, кстати. По-моему, мне редко попалась фигурка. Да, Старлорд. Вот, вы видите, это такой прозрачный у меня. Я так понимаю, они есть обычные и прозрачные. Прозрачные для создания уникальности этих фигурок. Есть как обычные, как знаете, да? Там, как бы, в различных сериях. И есть разукрашенные. И есть вот такие эксклюзивные. Фигурки Старлорд. Посмотрим, кто здесь есть еще. Оу. Я надеюсь, вам будет видно. Сейчас я попробую сфокусироваться. Что вы видели коллекцию. Тут довольно большая коллекция различных фигурок. И я таких еще не встречал. Это интересно. Пакетики я бы такие пособирал. И я думаю, что пособираю еще. Так. Давайте я еще запускаю туда руку. Еще один пакетик, по-моему, нащупал. Еще один пакетик. О, и здесь. И здесь пакетик с драконом. О, как приручить дракона. Я тоже таких еще не брал на обзор. Все хотел. Классный шанс сделать обзор. Все в одном выпуске. Просто взять коробку. Это здорово. Такая начинающая коробка обзорщика. Так, вскрываем. Смотрим. Вау. Клевый. А тут есть описание тех, кто еще. Ну, наверное, вот они нарисованы. Различные драконы. Да. И вот он. Классно сделан. Детализирован. Прикольно. Действительно похож на дракона из мультфильма. Надо было, кстати, пересмотреть его. Давно не смотрел. Очень клево. Первая часть особенно мне понравилась. Ну и вторая тоже мне понравилась. Нет. Все, все части понравились. А будет третья или нет? Я не знаю. Кто знает, кстати? Нет? Ну ладно. Давайте посмотрим, что еще. Дракон. Старлорд. Вот видите, какое разнообразие. Это крутяк, что здесь разнообразные игрушки. Мне кажется, лучше, чем взять один набор однотипных игрушек. Так как различные механизмы игры и не будет надоедать. То есть тут запускали. Это коллекционное. Это собирается. Это тоже коллекционируем. Я думаю, с этим можно и поиграть, и куда-нибудь поставить на полочку. Ну, в общем, интересно. Ну, мы еще не закончили. Давайте продолжаем. Там еще есть игрушки. Их еще много там. Я по весу чувствую. Так, 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 так. И достаем что-то большое. Сейчас достану. Что-то большое. И это Звездные войны. И это фигурка по Звездным войнам. И по... Кстати, это по Изгою 1. Это по новенькому фильму. Как он мне понравился, ребята. Я просто в восторге был от этого фильма. И фигурка клево. У меня вообще по Изгою нету ничего. А теперь есть фигурка. Это тоже от Hasbro у нас. Кстати, дракон у нас был от Spin Master. Видите, какой набор производителей топовых. И окей, давайте посмотрим, что это за фигурка. Как она из себя... Что она из себя представляет. И тут есть еще какая-то возможность вот что-то нацепить на него. Итак, это солдат из отряда имперцев. Несмотря на то, что это игрушка. У нее здесь все равно есть, видите, такая вот подвижность. Ножки, ручки и детализация. Ну, для коллекции вообще идеально, конечно. И что здесь есть у него? У него здесь есть вот такие его вот эти палочки. Вот так он с ними будет стоять. А, кстати, еще, да, подвижная голова. Интересно, что она подвижно не только крутится, но и немного наклоняется вверх и вниз. И вправо-влево. То есть, на таком шарике чуть-чуть можно менять различные позы для этой фигурки. Но здесь есть еще вот такой джетпак. Я не знаю, как правильно назвать его. Его можно нацепить на фигурку. И теперь у него есть вот такой ранец. Он с ним выглядит круче. Стоит он с ним? Ну-ка попробуем. Ну, нет, это игровая, конечно, в первую очередь с этим ранцем. Он без ранца будет стоять, а с ранцем, ну, можно... И здесь есть одна функция у него. Это раздвижные такие крылья. То есть, пушки здесь. И вот еще... Вау! И здесь вот крылья раздвигаются. И можно играть. Можно, типа, летать. Я так понимаю, что это какой-то ранец для полета. А, кстати, тут есть еще одна функция. Раз и два. Можно закрепить и такого поставить. Класс! Мне понравилась эта серия. Можно и как игрушки, как коллекционки брать их, и как коллекционные игрушки. Кто как захочет. Так, что же еще? У меня уже прям интерес такой. Что-то там еще? Кстати, подумал, что здесь, смотрите, все игрушки в индивидуальной упаковке. То есть, можно в дальнейшем обмениваться игрушками. Дарить по частям или коллекционировать, ну, в упаковке прям. Ну, давайте смотреть, что еще. Так. И... Смотрим, 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 смотрим. О, какая-то коробочка. Уу! Чащий патруль. От Spin Master, Nickelodeon. Металлическая коробка. И открываем. Оу. А, 3D-пазл. Я понял. Объемная картинка. Ха! Такой пазл. Собирать на самом деле сложно. И потому что у нас, вы видите, картинка меняется. У нас либо здесь одна часть, либо другая. То есть, ну, и понять, какая будет именно картинка. Это усложняет процесс. Это здорово. Это такой подход я первый раз вижу. Интересная история. Я, хоть, не самый большой фанат пазлов, но... И когда есть какой-то интерактив с ними, какое-то с ними развитие с этими пазлами. А еще и железная коробочка. То это норм. О, крупный пазл. Это прям для меня. Ура! Я собрал пазл. Последний раз я его, наверное, собирал лет 20 назад. Это, наверное, пазл. Нет, это вообще. Здесь картинка вот такая. Щеночки бегут. Начинаем поворачивать. Опа! И другая картинка. Начинаем поворачивать обратно. И эта картинка возвращается. Кстати, детали пазла плотные. Можно его даже поднять и вот так вот смотреть. Раз, два. Раз, два. Это клево. Пазл мне понравился. Этот вариант пазла классный. Продолжаем развлекаться. Что еще? Ну-ка. Ага. Еще кое-что есть. Еще кое-что есть. О, машинка Hot Wheels. И опять. У меня на канале очень мало обзоров на Hot Wheels. Практически нет. А вот так. Я вам сейчас покажу. Hot Wheels машинка. Делает Hot Wheels компания Mattel. Но я думаю, Hot Wheels не нуждается в представлении. Это лучшие, наверное, коллекционные машинки. Самые доступные, распространенные. И очень клевые, то есть разнообразные. В этом случае это какая-то вот такая вот тачка агрессивная. Я даже не знаю. Это монстр-тачка. Из какой серии, я думаю, что те, кто разбирается, мне подскажут, что это именно за машинка. Тяжелая такая металлическая у нас основание у машинки. Нижняя часть полностью металлическая. Верхняя часть пластиковая. Она похожа на какого-то хищника. Видите, пантера. Это или, да, какой-то, что-то вроде пантеры или волка такого. И Hot Wheels обожаю. Все обожают у меня, если честно, в семье машинки. Не только я. Но это классно. Вот это нижнее металлическое основание. Очень крутое. Колеса такие большие. И задние колеса, видите, гигантские. Эти маленькие, поменьше спереди. Вот эта верхняя часть пластиковая. А металлическая часть вот вся снизу. Неубиваемые Hot Wheels машинки. У меня сын катает их даже. И ничего с ними вообще. Ну, их можно просто коллекционировать или играть с ними. Там различные трассы есть. Я думаю, что я займусь скоро по просьбам зрителей. Надо Hot Wheels чаще обращать внимание. Это знак. Я понял. Это у меня знак такой. И смотрим, что еще осталось в этой коробке. Набор Лего. Вау. Это последняя игрушка, которая здесь есть. И это набор Лего. Когда достаешь эти игрушки, не знаешь, что внутри. Каждый раз это удивляет. Это классно. Это классно. Давайте я соберу этот набор. Артикул 60144. Опять обзор. В одном выпуске сколько продукции можно в обзоре. Было бы таких коробок, я не знаю, очень много. Я хочу еще коробки такие. Я хочу еще. Смотрите, в одном выпуске обзор на сразу, какие разнообразные игрушки можно сделать. Это прикольная идея. Итак, у нас этот самолет с пилотом. Давайте соберем, соберем. В комплекте с этим набором два пакетика с деталями, наклейки и инструкция. Так. Есть. Ну, давайте я уже соберу. И тогда такая большая инструкция. Ух ты. И давайте соберу. И вам покажу уже собранную модельку. Клевая деталь здесь есть. Смотрите. Вот эти лопасти. Кабина, закрывающаяся. Ну и вообще интересная здесь. Люблю серию Сити. Хочется мне пособирать ее тоже побольше. Да-да-да. Вначале мини-фигурка. Это такой брутальный спортивный летчик, спортсмен. Спортивный самолет. Ну и можно как угодно играть. Кстати, у меня были в детстве такие, какие-нибудь такие серьезные ребята. Хоть иногда они просто могли быть рабочими, но все равно они были там либо агентами под прикрытием, либо либо кем-то еще. В общем, я всегда придумывал какие-то истории. И, видимо, форма. Принт спереди, принт сзади. Ну а теперь сам самолет. Мне он очень понравился. Он, вы знаете, бывает, что Олега рисует изображение увеличенное. Но здесь, мне кажется, что сам самолет даже больше, чем коробка получился. Это классно. Это очень хорошо. И дизайн его клевый. Можно много где-нибудь использовать. Он модный молодежный спортивный самолет. У него есть два шасси. Можно его катать, перемещать, кстати. Естественно, крутится у нас винт. Вот так можно. Можно его здесь поджать, и он тогда будет... А, нет, все равно крутится. Крутится винт. Спереди видим массивную часть, на которой находится двигатель. Далее кабина. По бокам два крыла. Это наклейки. Крылья такие у нас тоже широкие получились. Вот с черными здесь элементами. Прочная модель, очень хорошая. Ну, как бы игровая, мне кажется. Дальше интересная деталь кабины. Посмотрите, вот такая полупрозрачная... Не полупрозрачная. Прозрачная деталь кабины. Открывается и закрывается. Здесь у нас располагается летчик. Это его элемент управления этим самолетом. Закрывается кабина. И хвост тоже с наклейкой. С красивой. Сажаем летчика в кабину. Закрываем. И так... Если бы не этот сет, наверное, у меня на обзоре никогда бы не оказался этот самолет. А так, вот, пожалуйста. Как же я рад, что эта коробка именно от Тойру. Потому что именно благодаря этому магазину я смог сделать обзоры на очень крутые игрушки. Зрители это и оценили. Тойру красавчики. Этим занялись профессионалы, которые точно не допустят ошибки. Официальный магазин, в котором можно прийти и купить коробку. Или сказать через официальный интернет-магазин. Естественно, гарантия качества здесь очень важна. И тут она на 100%. Я лично видел от тех ребят, которые отвечают за качество. Это, вы знаете, волшебники, добрые феи и эльфы-санты. Правда-правда. Но если серьезно, то так как это игрушки и этот сюрприз-бокс для детей. И если подарить такую коробку ребенку. То очень важно, чтобы все были уверены, что он будет счастлив. И все будет только фирменное и качественное. Мы убедились, что в коробке игрушки только от проверенных брендов, с гарантией качества. Игрушки отобраны профессионалами. Собирали коробку люди, которые точно знают, что нужно детям и чему они будут точно рады. Итак, я делаю вывод. Достоинств у Тойру Бокса предостаточно. Это, во-первых, крутейший сюрприз. Такому подарку будут рады все. Промахнуться невозможно. Оригинально. Аналогов на данный момент просто не существует. Будет оригинальный подарок, приятно удивит. Качество. Только фирменные игрушки, крутейший магазин. Игрушек просто не может сделать иначе. Гарантия. Реальный магазин, в котором можно купить и прийти и купить эту коробку. И официальный сайт, естественно, на котором можно заказать. Вы точно знаете, где и что покупаете. Универсальность. Есть наборы для мальчиков, есть наборы для девочек. Можете посмотреть по ссылке. А также есть коробки в разной ценовой категории на любой кошелек. Плюс это еще и экономия. Игрушки равны, как правило, или дороже стоимости коробки. Ну и это идеальный подарок. Если вы не знаете, что подарить ребенку, идете в гости, устраиваете детский праздник, то такая коробка будет всегда лучшим вариантом. Лично от себя я бы добавил, что такие бы коробки дарить во всех детских учреждениях было бы классно. Не будет бесполезных вещей, всегда сюрприз, всегда радость от подарка. А то часто бывает, и я по своему опыту знаю, что там не разбираясь, дарят какие-то странные игрушки. Повезет, если фирменные. Даешь Тойру боксу в массы. Покажите этот ролик своим друзьям, родителям, учителям, всем-всем-всем, чтобы знали, что вам подарить и... Нужно такую крутоту вам. А как вы относитесь к тому, чтобы разыграть парочку таких боксов? Что? Отличная идея? Да не вопрос! Итак, мы разыгрываем два Тойру бокса от магазина Тойру полный игрушек. Для участия нужно быть участником группы товарища Сафронова. Ссылка в описании Быть подписанным на канал товарища Сафронова Ссылка в описании Ну и канал просто подписаться нажмите, если не подписаны Лайк не забудьте поставить этому видео Быть участником группы магазина игрушек Тойру Ссылка в описании Подписаться на канал Тойру Ссылка в описании Ну и сделать репост этой записи Поделиться со своими друзьями Сохранить ее на своей страничке ВКонтакте До окончания розыгрыша Торопитесь, торопитесь Всего неделя на розыгрыш Подведение итогов состоится через неделю 5 февраля 2017 года Победители будут определены случайным образом С помощью приложения среди участников Выполнивших все перечисленные условия Только все На этом все, друзья Надеюсь вам понравился ролик Понравились боксы Поддержите лайками и репостами Заказывайте Тойру боксы себе или в подарок Ссылка на них будет в описании, естественно Пишите вопросы в комментариях Я всегда их читаю И в новом обзоре на новый бокс Если хотите, я на них отвечу Прям пойду в Тойру с этими вопросами Скажу Ну вы отвечаете на наши вопросы Пожалуйста И все вам расскажу А может и менеджер Тойру Сразу вам в комментариях ответит Но сначала переходите по ссылке в описании На ютуб Посмотрите там все, почитайте На этом все Это был обзор Товарища Сафронова До новых встреч На колокольчик нажать не забудь Подписаться И все такое Ждите новых выпусков Пока-пока Удачи Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»